Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Имер на карте мира, и этой ночью я практически ничего не эксплорил. Немножко лута получил вот здесь, там, пару горшков, пару какой-то глины там, и что-то по мелочи. И медведи напали на моих исследователей, и в принципе на этом всё. Ночь была весьма короткой сегодня, потому что прежде чем пойти спать, я нашёл, я постоянно проверяю через дипломатию, всех прокликиваю на наличие каких-то новых интересных идей. Вот, и один товарищ поделился территориальным контролем, поэтому, да, один товарищ поделился территориальным контролем, я ему написал, thanks, ну и он мне, конечно, не за что, да. Вот, и я быстро поставил как можно больше чиновников, чтобы он изучился, и он изучился. Также вместе с ним в одно и то же время практически изучилась металлургия, вот. Поэтому нам есть чем заняться, и эту серию я записываю намного раньше, чем я планировал, по будильничку встал, ну в общем, дел сегодня много будет. Нам нужно найти территорию для аванпоста. У меня как бы есть такой себе кандидат, тут недалеко есть серебро, есть овцы, кролики, есть три рыбы. Ну, да, из этого всего мы добывать сможем, там может быть, может быть, если очень повезёт, две шахты на серебро здесь станут. Вот, ну и мяса немного, да, и одну рыбу, например, получится добывать, и в принципе, и в принципе всё. Но как-то, не знаю, мне бы хотелось лучше золото найти, чем серебро. И желательно залежь побольше. Поэтому мы пойдём сегодня эксплорить вот в эту сторону, и я буду просматривать тайлы. Я для этого собрал немного, да, и уже подготовил отряд для того, чтобы аванпост заложить. Нужно будет только ресурсов загрузить сюда немножко для строительства базового. И несколько именно товарищей, которые просто пойдут и будут помогать исследовать территорию на наличие полезных ископаемых. Ну и, да, после того, что медведи на нас напали в очередной раз ночью, я собрал ещё одну армию чел медведа-свинов. У нас их получается уже две. Вот, по 10 человек, я не стал их там распускать, и что-то это самое ждать, решил сразу нанять, да и всё. Мы сейчас, конечно, много тратим принудительного труда на поддержание такой большой армии, но я зато решил поставить сейчас защитника народа, потому что это весьма неплохой буст по легитимности дало, а, соответственно, и весьма неплохой буст по лояльности. Сейчас посмотрим, как это будет работать, когда в столице никого не будет. Так, я подготовил себе карту в фотошопе, которую мы будем заполнять, чтобы примерно понимать, где какие у нас ресурсы есть. Я тут кое-что уже попроспектил, так что это мы перенесём, наверное, сразу, да и всё. Вот, по второму кругу уже не будем тут осматривать, только пойдём дальше изучать неразведанные тайлы. И все вот в эту сторону, наверное, да. Тут у нас не занятые территории, по большому счёту, никем. А тут у нас довольно много игроков, поэтому мы пойдём в эту сторону. Здесь я немножко осмотрел, тут тоже вроде бы ничего интересного нет, поэтому нам только остаётся двигаться туда дальше. Но, да, первым делом мы пойдём, наверное, на рыбалку, потому что есть уже в столице нечего, вся рыба закончилась. А рядом с нашей столицей, опять же, на этом же тайле, уже третий раз, по-моему, на том же самом тайле у нас появляется рыба. Да, тут уже народ голодает. Я уже один раз пошёл до национальной армии, пришлось обратно возвращаться, потому что национальная армия не рыбачит. И давайте заберём сейчас 90 рыбы, ровно 90 там было. И это... нам на денёк хватит этого, да. На денёк нам этого хватит. Так, ещё, прежде чем мы пойдём искать полезные ископаемые, давайте мы улучшим все наши мастерские сейчас до второго уровня. В принципе, нам тут, да, всего хватает для этого. Так. Абсолютно все это уменьшит количество рабочих, да, и повысит в целом эффективность. Так, хорошо. Построим, наверное, ещё пару зданий с мясниками. С критичным приоритетом. У нас тут много оленей в округе. И я ещё привёл семерых оленей, поэтому мы можем больше сейчас мяса разделывать. Пока наши коровы там плодятся потихонечку, да, мы можем позволить себе сейчас... заняться ещё более интенсивно разделкой оленей. Так, тут критичный приоритет мы тоже поставим. Сколько у нас получается? Один и три мяса. Ну, в принципе, ладно. Пока четырёх хватит, я думаю. Нам сейчас нужны будут рабочие ещё на разных других производствах. Давайте подумаем сейчас, куда мы эти производства будем размещать. Наверное, всё-таки здесь, где-то потихонечку будем ставить дальше. У нас есть... Разве у меня не 10 меди было? Куда вся медь делась у нас? Мне казалось, у меня был десяток меди. Ну, ладно. Мы в любом случае строим плавильню сейчас, да. У нас есть чуть-чуть золота, чуть-чуть именно медной руды, которую можно тоже переплавить. Как минимум одну плавильню нам надо сделать сейчас. Мы уже можем и дома второго уровня строить. Нам нужны топоры. Кирпичи у нас есть, да? Капелька-капелька кирпичей мы нашли там где-то, да. А топоров пока мы ещё не производим. Руды у нас в этой территории нет. Да, давайте-давайте построим, короче, плавильню. В любом случае, вот, наверное, здесь плавильни у нас будут стоять. Пока что одну. Тоже критичный приоритет здесь поставим. Пусть идут работать сюда работяги наши. Так, тут надо строить уже и ещё один амбар уже, да. Эти заполнены. Тоже здесь критичный приоритет поставим. Так, что ещё? У нас много сейчас рабочих освободилось. У нас 34 кремня добывается. На минуточку. Немного олова есть тоже. Но, да, меня вот что интересует. Никакое нет, 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 ни в коем случае. Нам нужны олени здесь. И олени здесь. Одну овцу мою сожрали уже. Вот вредители. Надо было разработчику тут приоритет поставить на самых бесполезных животных. Да, вот оленей мы разводить, например, не можем. Мы только можем их есть. Поэтому надо было... Ну, ладно. Насчёт разведения овец. Мы в прошлой серии, да, их захватили. Я их привёл пока в столицу. И мы, наверное, на региональной территории овцеферму сделаем. Нам надо немножко подождать ещё как раз, да, 3 минуты. Мы можем, кстати, пойти. Да, подождать сейчас 3 минуты. И овец отсюда забрать всех на овцеферму. Запросто. Потому что... Я в прошлой серии вложил 2 очка в производство шерсти. Надо нам было в овец их вкладывать, эти 2 очка, чтобы мы могли... Именно шерстяные загоны делать вот эти. Я думал, что если я хочу, например, овец разводить, мне надо... Ну, если я хочу пастбище с овцами делать именно для забоя овец, или для разведения именно овец, то нам надо типа в овец вкладываться. А если я хочу именно шерстью заниматься, потому что когда мы вот эти пастбище для шерсти делаем, то овцы не прибавляются у нас. Они не плодятся по факту, да. И я думал, нам надо в шерсть именно вкладываться. А надо именно в этих самых. Все-таки в овец, как ни крути. Так, тут у нас какие-то... А, это, да, я немного уменьшил принудительный труд. Давайте мы теперь его немного увеличим. Вот. И можем сразу пойти сейчас в... Вот в эту территорию. Так. И да, я саму эту самую построил, само уже здание животноводческой фермы. И уже рабочих тут хватает. Надо только... Вложить очки туда, куда надо. Но я не стал на самом деле убирать вот эти два очка с шерсти. Я думаю, нам пока пригодится. Дополнительный 30% бонус. Мы будем чуть больше одежды делать. Тоже, в принципе, хорошо в какой-то степени. Так, хорошо. Давайте вкладываемся в овец. Овцы. Угу. Ну, теперь-то я могу, да. Могу построить. Шерстяную ферму. Так. Это у нас... Десяточек. Вот так, ровно на 10. Что там получается? А, стоп. Нам много, да? Вот так вот нам надо. На 9. 10 не тянет одна ферма. Ну, хорошо. Этого нам достаточно будет. 2,8 плодородия, да? И... Сейчас глянем, сколько мы будем тут получать шерсти. Что-то там не на половину... 50-51% всего лишь. Что происходит? Это как? Две шерсти мы получаем, но... Почему-то... Только половина этой фермы эксплуатируется. При том, что когда мы размечали, было написано, вот, да, что... Ну, вот как раз 9 овец нам на 100% нужно. Там, на 98. А тут как будто бы нам две фермы на вот это надо. Два именно здания животноводческих ферм. Две как-то скромно весьма. Ну, это намного больше, чем мы получали бы именно... Убивая овец. Ну, там... Там бы мы получали немножко кожи, еще немножко мяса, да? Но... Все равно это намного больше, чем мы бы получали. Но... Но это намного меньше, чем я думал. И вот эта вот странная тема с 51%. Так, ладно, пошли, короче, эксплорить. Давайте мы переведем национальную армию в обычную армию. И пошли куда-то вот сюда потихоньку. Так, мы, наверное, пойдем в любом случае вот таким вот образом для начала. У нас еще довольно много очков действия будет для исследования. О, это я, по-моему, по гаре как раз пошел, да? По холмам. О, можно было меньше очков действий потратить, если бы я вот так пошел по диагонали. Ладно. Так. И... Давай притормози здесь немного. Вот тут, в принципе, вообще неплохой такой региончик. Можно даже было бы, может, здесь со временем небольшой городок основать. Как раз на несколько региональных территорий. Вот эта столица и две региональные территории. Тут есть ракушки. И тут, и тут есть ракушки. Тут совсем крохотная залежь. Тут чуть побольше. Вот. Есть репа, есть рыба. Здесь тоже есть рыба. Есть мясо. Здесь два мяса. Здесь серебра. Капелька. Маленькая такая, скромная капелька. Но, тем не менее, она есть. И какую-то еще рядом соседнюю территорию можно будет занять. Да, тут, в принципе, только вот две шахты мы можем поставить. И все. Ну, в дальнейшем, когда у нас шахты эти откроются, они два на два тайликами такими идут. Именно на руду ставятся. Вот. И этого маловато. Меньше, чем мне бы хотелось. Я надеюсь, что-то найти поинтересней. Может быть, немного дальше это будет. Да, но это не столь важно сейчас. Вот. И, наверное, где-то отсюда, может быть, да, мы начнем разведывать. Давайте посмотрим. Вот этот вот тайл. Я сейчас, наверное, занесу на карту в фотошопе себе все вот эти региональные. Точнее, просто отмечу, что тут нету ничего по большому счету, да, кроме вот этого серебра. И все. А вот это вот как раз ракушки в соседней территории. То есть, в принципе, их немало. Хоть и часть в воде находится, но в целом этого на какое-то время хватило бы нам. Ну, вроде бы да. Все тайлы, которые я тут запроспектил, я вроде перенес на карту. Можем двигаться дальше и исследовать вот территорию дальше сюда. Через вот эти вот реки мы, наверное, пройдем. Давайте попробуем сюда. Или стоп. Стоп. Давайте мы, наверное, сразу посмотрим. Прям вот эти тайлы, да, тут у нас все осмотрено. Этот, по-моему, нет. Ну вот, первое золото я нашел. Да, я его даже отмечать не буду. Короче, вот эти три тайла пустые. Это золото, блин. О, тут, кажется, что-то будет. Да, вот тут что-то потенциально может быть в дальнейшем. Чуть-чуть ракушек есть. Тут, конечно, в целом, да, из-за того, что у нас равнинная территория, не холмистая даже, я уже молчу про то, что она не горная, у нас поменьше шансов на то, что мы тут что-то найдем. Ну вот. Но я, наверное, эту территорию себе помечу тоже, да, и я вернусь сюда, может быть, потом, когда новые технологии мы изучим, может быть, что-то здесь будет интересное. Так, пометил эту территорию. Давайте прыгаем теперь сюда. А тут... О, зря я только сюда прыгнул, кажется. Черт. О, целая толпа недобитков, на которых... А, может быть, кстати, не придется. А ну-ка, сколько тут... Нет, ну, придется, да. Хотя нет, подождите, не придется. Мы запросто можем идти по их головам. Запросто. Вот этой вот армией, да, мы можем сокрушительно двигаться дальше. Без проблем. Хорошо. Так, ну, первым делом осмотрим вот эти тайлы. Так, хорошо. На этих тайлах никого нет. Давайте... А, черт, там, нам не хватит очков действия, чтобы напасть. Короче, мы бы не потратили очки действия при нападении, если бы у нас хватило этих очков действия для того, чтобы напасть. Эх, ладно. Давайте двигаем сюда. Шесть стуземцев. И можем спасти шестнадцать свиноматок. Надо нам свиноматки. Наверное, я вмешиваться не буду. Не в этот раз. Не в этот раз. Так, хорошо. Давайте теперь осмотримся здесь. Так, ничего интересного здесь нет. Мы, наверное, идем дальше. Я, пожалуй, очки действия буду восполнять здесь. Поэтому пойду поисследую территорию дальше, чтобы можно было потом сюда вернуться и... здесь оставаться на... Ну, на... О, кстати, сосед. Три активных жителя, которые не дойдут. Им очков действия не хватит, по-моему, дойти до столицы, до нашей. Ну, давайте попробуем. Так. Дикси. А, у нас даже с ним подписан договор о праве прохода. Отлично. Так, так, так. Попробуем, попробуем. Как раз под ноль получилось ровно до столицы дойти. Хорошо. Три активных свина нам как раз сейчас пригодятся. Я, наверное, и детишек распускаю. А деды потом... Потом... Плавать будут учиться. Как вот эти... Как у них, кстати, дела у этих дедов? О, эти могут пойти уже и поплавать. Куда-нибудь давайте посмотрим. О, отлично. Так. Ну что ж, мы... Раз такое дело, то я не буду сильно тут проспектить у этого соседа ничего поблизости. Эм, стоп. Вот это фиаско. У нас просто с ним мирный договор. Кто ж так заключает? Короче, у нас, когда мы нажимаем переподписать договор, игра крашится. Поэтому давайте мы... Право прохода. Мирный. Право прохода. Что там? Лидерства у него еще нет. Ну. Ладно, он нам выбора особо не оставил. Давайте мы... Просто откроем территорию. Восемь варваров-волков. Хорошо. Такому я всегда рад. И потом, может быть, сюда прыгнем. Просто, чтобы у нас территория здесь открыта была. Потом, если что, этими... Региональной... Не региональной, а национальной армией сюда приду. Посмотрю, поисследую. 444. Ну, в принципе, он что-то делает, да? Что-то как-то там играет. Давайте заглянем в его регионалку, пока там с волками разбираются наши. Вообще, все вот эти вот бои, да? С волками, с медведями, они все уже вполне предсказуемые. Мы определенно знаем результат. И приблизительные потери, которые у нас могут быть. Поэтому эти бои уже... Нет смысла смотреть. Раз, два рыба. Три рыба. Немного глины у него. Домики на возвышенности тут построил. Неплохо так у него. В регионалочке в этой. Так, хорошо. Одного мы потеряли. Такие он не раненый оказался. О, блин, я не разгрузил, оказывается. Это моя ночная вылазка была. Я не разгрузил эту армию после... Вот это то, что я вначале говорил. Там немного глиняной посуды получил и рыбу. Ладно, да. Давайте мы тогда прыгаем сюда. Теперь. Ух, вот это больно было, конечно. Это больно. Это просто значит, что мы сюда даже не дойдем. Ну, мы тогда пойдем дальше. Наверное, да. Давайте посмотрим, что у него в столице. Много метателей и копий тоже, да, стоит. На готове исследовать там, охотиться и все вот это. Маленький, маленький форт. Тоже никаких возвышенностей не было, да. О, это неприятно. Тоже вот такое вот пятно, которое может быть, а может и не быть на самом деле. Я потому что слишком много таких пятен вижу. Потенциально, да, или с железной рудой, или... Что там у нас уголь еще есть. И что-то еще, по-моему, есть из таких вот ресурсов, которые в дальнейшем открываются. Ну, да, у него лидерства еще нет. Он дома еще не поулучшал. Потихоньку только вот грязь собирает на эти дома. А, вон воины, волки, да, семь есть. Так, ладно, мы тогда пойдем дальше. Будем тратить в ноль все очки действия этому отряду. А потом посмотрим еще три семьи. Но мы, наверное, вот их как раз не доведем уже до столицы. И они, скорее всего, где-то помрут по дороге. Но они нам, по большому счету, одну только единичку государственной власти отнимают. Поэтому мы можем попробовать. Вдруг повезет. Тут уже нам десятка очков действий где-то не хватит, по-моему. Ну, или около того. Мы могли бы, может быть, вот сюда пойти. Очки действия восстановить. Мы все равно туда никак не дойдем. Тут у нас вроде чуть больше должно восстанавливаться очков действия. Да, по 13 хотя бы за час. Ладно, ладно. Так, и здесь у нас есть еще три тайла, которые мы можем себе позволить исследовать. Ох уж эта элегантная свинка. Так, что мы будем... Мы в любом случае двигаемся в сторону дома теперь этим отрядом. Мы, может быть, если повезет, довезем волков. Рано или поздно. Да, но пока... Пока вопрос теперь самый важный. Становится ли здесь в лагерь? Или, может быть, мы дождемся, и этот товарищ там в ближайшее... В ближайшее время согласится на... Право прохода. Просто если мы в лагерь встанем, да, то нам придется ждать очень долго. Ну, а с другой стороны, я остановлюсь в лагерь. Ладно. Я все равно сейчас пойду спать и... Да. Вечером аж только по большому счету вернусь в игру. Так, ладно. И следую дальше. Сейчас региональная армия пошел по разведанным территориям побродить. И такой неплохой тайл нашел с довольно большим количеством ракушек. Но ракушки это, наверное, не то, что я бы хотел. Пока что вот этот вот тайл с серебром мне больше нравится. Ну, короче, как-то вот так вот выглядит сейчас моя исследованная карта, да. Я сразу скриншотики решил делать тех залежей, которые у нас здесь есть. Тут, да, можно приблизить и чуть получше посмотреть их, если вдруг захочется. Вот. Но в целом ничего интересного у нас тут нет. Да. С этой стороны довольно много игроков поджимает. Тут карта не обновленная, да. Тут мы еще одного товарища нашли. Вот. Довольно много ракушек на равнинах на этих. Но полезного ничего такого, чтобы мне бы хотелось добывать, нет. Ну, естественно, да, у нас возле столицы есть олово и медь. Мне, как бы, не на что жаловаться. И здесь еще медь, и здесь еще обсидиан. И тут еще ракушки, как бы, если очень захочется. Вот. Это все хорошо, это полезно в целом. И рыбы здесь много, и мясо тоже есть. То есть, ну, как бы, норм, да. Здесь еще олово есть. Здесь тоже, кстати, медь. Вот это как раз то самое серебро. А тут, кстати, тоже ракушки. Ну, тут маленькое совсем это. Я не стал ее отмечать. Вот. А здесь довольно много вот таких вот мест с гравием. Которых нет. Ну, вот тут у нас, да, где-то в каком-то этом тайле. Было такое же место. Вот. Но... Да. Тут их много. Мы их... За ними будем следить. Посмотрим, когда у нас откроются новые технологии. Не появится ли именно вот конкретно в этих местах. Конкретно вот именно, да, этой формы. Руда. Короче, что мы будем делать? Я, наверное, иду вот сюда, к этому серебру. Потому что это единственное серебро тут в округе. Его там очень мало, конечно, да. Но... В принципе, с этой территории я смогу и мясо получать, да. И рыбу тоже, например, если захочется. И там... Ну, посмотрим, короче. И, может быть, потом со временем в городок ее... Реорганизую. И вот соседние тайлы тоже можно будет тут обрабатывать. В принципе, если сделать это городком таким чуть-чуть побольше, да, со временем. Со временем, когда будет больше очков для контроля территории, то можно и вот эту медь, и это олово забрать. Если прям очень захочется вот так вот выйти в длину. Ну, это потом посмотрим. Я территорию этого соседа не смотрел. Вдруг у него там что-то есть интересное. Взять, вынести его, да? Он же не обидится, правда? Ну, в общем, давайте мы, наверное, здесь пока что аванпост заложим. А там дальше подумаем, если что... Ну, может быть, куда-то мы его перенесем. Или, ну, посмотрим, что мы будем делать. Если вдруг какое-то более интересное место мы где-то найдем. Но пока что, да, заселяем. Это будет аванпост. Да, раскладываемся. И я с собой немного ресурсов взял, чтобы там базовые какие-то построить здания. Посмотрим, сколько шаг нам на это серебро нужно будет поставить. Одну или, может быть, две даже. Я взял на пять домиков. Ресурсов потом на охотника. На шахту на одну. Ну, одна шахта здесь, да, будет вполне справляться. Это, конечно, фантастическая скорость добычи. Но, в любом случае, мы здесь, кроме этого серебра, половинки, еще и немного рыбы будем ловить. Да, до остальной рыбы мы не дотянемся. Так что, в принципе, нам можно еще одного охотника организовать. Вполне неплохо. А, ну и воду надо сделать. Да. Пока я не забыл. Сразу же воду. Вода есть здесь, да, бесплатно. Колодец нам не нужен. Ну, как-то так. И... Максимальный приоритет я ставлю пока что на охотников. Мясом будут питаться. Потом приоритет немножко ниже я ставлю на моряков. Чтобы дополнительная пища была. Чтобы плодились лучше жители. И потом только низкий приоритет ставлю на шахтеров. Полсеребра. Что мне эти полсеребра дадут? Я даже не знаю. Но мы можем реально еще поставить одного охотника, к примеру. Здесь же. И дополнительное снабжение мясом будет. Ну, да. Пока так. Ну, давайте мы еще в нашей региональной территории вот эту вот медь будем добывать потихонечку начинать. Здесь надо просто что-то убрать. И мы, наверное, будем убирать одного рыбака. Как бы не хотелось, но придется убрать рыбака. Как минимум одного, может быть, даже двоих придется убрать с регионалки с этой. Но нам надо здесь поставить рудник. Мы, кстати, да, может быть, и на серебро можем еще один рудник поставить. Да, нам надо убирать, наверное, и второго рыбака тоже. Здесь мы глину добываем, и глина нам нужна. Поэтому пока что избавимся от этого рыбака. Как бы не хотелось, как бы его жалко ни было, но нам надо это сделать. Походу, мы еще, наверное, можем поставить от одного этого. Он что-то не обновляется. У нас получается... Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двадцать, тринадцать. Четырнадцать. На семь тайлов, да? То есть, в принципе, можно три этих самых поставить здесь. Медных шахты. У нас молотки катастрофически заканчиваются. Но чтобы здесь поставить еще одну добычу меди, да, нам нужно убрать одного охотника, который тут, в принципе, едой снабжает местное население. И то не в достаточном количестве. Ну, меньше плодиться будут, это как бы не страшно тут. Это безработные пока заглючили. Ой, что там? Прямо вот так? Воды нет. Я промазал где-то, я водокачку снес. Черт, в натуре. Я снес водокачку. Надо рыбака было снести, а не водокачку. Так. Восстановить водокачку, давай. Вода нам здесь нужна. Домов здесь тоже можно целую кучу поставить. Но пока инструментов не так много для всего этого дела. Так. Ну, допустим, да. Так. А в столице нам надо построить, получается, для задания, чтобы два очка от цивилизации получить на халяву, нам надо чуть больше меди производить и топоры тоже начинать производить. Давайте мы перекинем с мотыг на топоры. Посмотрим, надолго ли нам этого хватит. Так. Ну и добавим, в принципе, рабочих сюда. Нам нужны молотки. Может быть, опять же, меньше мотыг сейчас будем производить, потому что у нас собралось какое-то количество, да, оставим парочку, может быть. А всё остальное пока нам молотки переключим. Так. Тут тоже критичный приоритет поставим. Давайте наймём. Наймём сразу. Давайте молотки, пожалуй. Сколько там 1.6 топоров? Наверное, надо подумать. Что у нас с топорами получается? 0.8. Ну, надолго нам этой меди, конечно, не хватит, да. Ну ладно, хотя бы пока два этих самых. А всё остальное на молотки пока что пустим. Мы можем молотки, конечно, из меди тоже попробовать делать, да. Но чё-то как-то дорого. Пока что, во всяком случае. Молотки только, да, возьмём молотки. А если тут мы поставим медь? 0.9. Мне не нравится в любом случае. Пока что кремень наше всё. Тем более, да, мы насобирали довольно много его. Ну, вот это уже неплохо в целом. Но можно, наверное, ещё забрать отсюда рабочих. И, опять же, пустить их в производство. В дополнительное. Единственное, что... Нам, наверное, не хватит до ресурсов. А, ну, ещё на одно здание хватит. Да, давайте построим. И тоже поставим критичный приоритет. Как только достроится, через полчасика сюда ещё один рабочий придёт. И будет ещё нам один и... Сколько? Один и три молотка производить дополнительно. Это хорошо. Также я бы, наверное, вернул бы сюда работягу двоих. Чтоб дротики производили там потихонечку. Тут, да, всё меня устраивает. Что ещё у нас? Как дела с посудой? Ну, надо, да, увеличивать снова производство посуды. Давайте нанимаем снова рабочих, потому что мы... Ну, да, у нас все металлургией занимались. Так. Сюда, получается, пойдёт ещё три металлурга, чтобы больше меди мы могли плавить. Это ещё минус полторы. Стоп, а чё у нас? А, ну да, получается, это полторы на одну... На... На одну единичку медиа. А так по 0.8. Кстати, да, на нашем аванпосте мы можем чётенько ещё одну шахту построить. По 7 тайлов, да, у нас на этот идёт. На одного добытчика. Ну, на одно здание. И ещё одну мы можем сделать. Ещё один рудник. Ну, попозже чуть-чуть, когда ресурсов соберём. Ну, и того, будет одна серебряная руда производиться в 90 минут с этого аванпоста. Не густо, конечно. Короче, пока мы ждём, пока молотки произведутся, я думаю, мы можем немножко пойти поэксплорить. Вот где-то... Где-то там. Давайте пойдём. Будем надеяться, что мы не потеряем и здесь половину отряда ещё. Потому что так будет печально. Мы так, по-скромному. Чтобы много слишком очков действий не тратить. Давайте посмотрим сейчас. Тут нам придётся на все три тайла много как раз очков действий тратить. Да, ладно, идём. Попробуем на север пойти. Если здесь никого не будет. Хорошо, тут никого нет. Мы можем сюда прыгнуть. 16 свиноматок. У меня так много этих свиноматок уже и мне не хочется, если честно. Так. Оооо, блин. Ну всё, мы походили. Поэксплорили. Ну, нам хватило очков действия, чтобы вернуться уже хорошо. Ооо, тут иммигранты уже восстановились. Можем ещё три активных свина в столицу привезти. А с остальными я даже не знаю, что делать. Хочу я их распускать в столицу ещё. 150 свиножён уже собралось. Фантастика. Или не хочу. Чёрт. У нас реально очень много народов в столице. Активное население ещё, ладно, я согласен. Но вот... Насчёт остальных я не уверен. Ну ладно, наверное, давайте распустим всех, как обычно, кроме дедов. А деды пойдут поплавают. Нет. Немножко попозже пойдут поплавают ещё. Вообще надо завязывать всяких мигрантов в столицу тянуть. Вот прям вообще полностью надо отказаться от мигрантов. Уже будет... Ну, как бы не хотелось, да, повышать ещё выше население в столице. Но нам надо всё-таки как-то культуру восстановить. Интегрировать культуру нашей нации здесь. А то, конечно, да, мы слили на процентов 7, по-моему, нашу государственную культуру за последние две серии, наверное. Короче, странно, что миссия только что завершилась сама по себе. Я, да, я не понял, что произошло. Ничего у нас не поменялось, да. Производились 1,6 топоров. Производилась... Производилась единичка меди уже довольно давно. На вот этих вот, да, двух этих самых плавильнях единичка производилась. Я думал, третью надо построить, чтобы, ну, чуть больше было, да. Но третья ещё не достроена, но задание было завершено. Что хорошо в целом. И мы можем, наверное, потратить... Два очка... На какое-то производство дополнительно. Что бы я хотел... Увеличить? Чего бы я хотел видеть больше? Рыбы? На 20% больше. Коровы всегда неплохой вариант. Репы. На 35% больше. Там на самом деле рыбы не на 20% больше, а больше прибавка идёт. Я, наверное, в рыбу вложусь. Мне кажется, когда в столице 3 места для добычи рыбы, это вполне хороший вариант. Тут у нас ещё вот этот вот параметр, да, увеличивается, который тоже бонус даёт. В английском переводе там наверняка всё по-другому. И да, давайте посмотрим. У нас, короче, 3,3 сейчас в столице производится. Если что, потом отменим когда-нибудь. Но пока давайте. И... Ну-ка. И ничего. О, 4,5. Тут уже дошло, тут ещё не дошло. Вот, теперь и тут дошло. 4,5 здесь, да. И... У нас там в некоторых регионалках ещё, может быть, чуть-чуть рыбы производится тоже. Где осталось... Ну, мы много, конечно, посносили уже. И заменили на другое производство. Но, в любом случае, это... Это неплохо. Особенно это будет неплохо, когда мы улучшим, собственно, самих рыбаков, да. Вот тогда уже пойдёт дело совсем другое. Ну и мы, когда отменим этот самый... Когда мы на бартер перейдём и отменим... Что у нас тут? Экономику подарков, да. То мы будем получать... Нет, от бартера мы 20% прибавки получаем. То есть на 20% больше мы будем производить чисто потому, что мы, ну, перейдём на бартер. Вот. И потом ещё тоже там у нас какая-то, по-моему, технология есть, которая... Не технология, а политика, которая ещё на 10% повышает производство. То есть, в принципе, у нас будет довольно много рыбы. Хотелось бы, конечно, теперь улучшить побыстрее самих рыбаков. Я ещё никогда рыбаков не улучшал. В прошлом этом самом, да, у нас... На прошлом старте в джунглях у нас... Не было рыбы в пределах досягаемости в столице, поэтому, да, там всё печально было. Так, ну хорошо. Вроде бы всё, что я хотел сделать, пока что я сделал. Давайте мы вернём теперь немножко производство... О, тут мы критичный не поставили. Не топоры, стоп-стоп-стоп, мотыги. 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 Как-то вот так, наверное. Насчёт топоров. Мы, наверное, можем ещё, да, одно производство на топоры перекинуть. Давайте вот это. У нас сама медь чуть-чуть в минус пойдёт. Но, в целом, не в очень большой... Ну, этого хватит на какое-то время. Но зато топоров мы больше произведём. С топорами мы уже можем, во-первых, строить дома. Мы сможем 10 домов вот таких вот хороших построить. Они нам ещё понадобятся, да, для задания, по-моему, если я не ошибаюсь. И мы можем улучшить лесорубов наших уже. Да, по два топора на каждого лесоруба. Это повысит их производительность весьма неплохо. Больше топоры пока что нам ни для чего не нужны. Ну да, пока что вот как-то так. Три, два. Не, так чё-то многовато я перестарался, кажется. И этой миди минус два за девяносто минут. Надо бы надолго, короче, да, нас не хватит. Короче, пока, да. Молотки или... Ну и, наверное, молотки. Мотыг нам пока что хватает. Хорошо. Как-то так пока. В региональной территории мы, в принципе, две медиа получаем сейчас. То есть тут мы, ну, почти в ноль выходим, да? Почти. Более-менее неплохо. И там ещё одну добычу можно организовать будет, если захочется. Рыбака единственное, что убрать придётся. А, тут мы уже рыбака убрали. Охотника придётся убрать, да? И мясом снабжать. Ну да, три, получается, и глину. Глину мы там убирать не можем никак. Вот. Итого рыбаков у нас... Блин. Рыбак у меня, получается, один только вот здесь. И всё, больше нет нигде. Давайте мы поставим, чтобы здесь рыбу собирали в плюс. А то что-то не очень спешат они её в плюс собирать. Вот. Ну и, наверное, если мигранты какие-то ещё будут, то мы их, наверное, будем в... Хотя тут тоже не очень хорошие дела с культурой. Я просто... Да, да. Чё-то не очень совсем. Короче, надо мигрантов больше не брать вообще никаких нигде. Нам своего приплода будет хватать для расширения. Надо будет сюда перевезти наших свинтусов со столицы, например, или с регионалок, когда там появятся лишние. И это даст нам культуры нашей, местной. Я так понимаю. Интеллект немножко поднимется. У наших свинтусов, которых почти 700 уже. Ну, хорошо. Пока что как-то так. Давайте посмотрим, как тут дела у нас. Счёт растёт весьма неплохо. Какое-то время назад вот этот вот товарищ, который на четвёртом типа месте, да, потому что он только в топ ворвался не так давно и победных очков ещё много не набрал. По сравнению с теми, да, кто давно в топе сидит. Вот. Он меня даже перегонял по очкам какое-то время, пока у меня металлургия изучалась. Сейчас, да, отрыв будет снова весьма хороший. Ну, на какое-то время, опять же, это всё. Это всё. Временно. Я уверен. Кстати, ещё молотки собрались. Три штучки. Мы можем построить теперь ткача. И портного, да, мы подождём сейчас как раз, пока ещё один молоток появится. И давайте пока ткача поставим. Где мы ткача поставим, надо подумать. Так, 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 так. Давайте, наверное, здесь где-то разместим ткача. Тоже критичный приоритет поставим. Он будет перерабатывать шерсть, которую мы в региональной территории получаем по 2 единички пока что за 90 минут. Сейчас посмотрим, как ткач будет работать. Кстати, уже появился первый топор у нас. Давайте мы дом какого-нибудь дворянина улучшим. Чтобы он себя чувствовал лучше. И мы как раз получили молоток нужный нам. Давайте мы теперь построим портного. Вот здесь вот. Ткач у нас уже начал работать и перерабатывает лён в текстиль. Да, мы где-то в наших путешествиях набрали немного льна. И также немного где-то... Вот, да, хлопка тоже взяли случайными этими событиями. И в принципе я с удовольствием его израсходую. Почему нет? Но давайте посмотрим, сколько шерсти мы будем тратить. Точно так же... Два и два шерсти даже. Не просто два. И на один и один текстиль у нас получается. Ладно. В принципе тут всё одинаково. Для ткача любой материал ему по барабану. Ладно, автоматом ставим. Пусть работает с тем, с чем захочет. Тут давайте тоже мы критичный приоритет поставим. И начнём потихонечку производить вот эту вот одежду. Мы её поставим, наверное, тоже, чтобы она там в большой плюс собиралась. Потому что нам она понадобится для доспехов. И вот эту тоже. Ну, тут стоит сотня. Угу. Так. Нанимаем, нанимаем. Ну и как раз мы, получается, один на один. Сколько здесь производим текстиля? Столько его и в одежду пускаем. Столько же одежды получаем, да? Ну, пока это всё у нас будет в плюс идти. Потому что я пока не ставил потребление вот этой вот одежды. Мне кажется, рановато немного второй тип одежды давать нашим жителям. Хотя, с другой стороны, это повысит интеллект. Ну, опять же, у нас её не так, чтобы много, чтобы давать кому-то. Хотя, кожаная одежда не то, чтобы намного больше производится, да? Поэтому. Такое. Ну, пока дело положено, да? Как бы начато уже. И это уже хорошо. Точно так же, как и ювелирные украшения. Мы пока производим в плюсы. Не потребляем. Со временем нам это всё пригодится. Ну, может быть, не прямо сейчас. Хорошо. Плюс нам, по-моему, нужна будет ещё одежда для кое-каких исследований, может быть. Поэтому запас её мы будем держать всё время. Так. Ну, в принципе, всё на этом, пожалуй. Я, наверное, верну здесь производство мотыг. Пусть в плюс идут. Ну, а дальше, да, тут молотки. По чуть-чуть топоров. И всё такое. Окей. От производства, кстати, текстиля счёт наш не поменялся. Тот, к чему мы стремимся, да? Именно этот счёт, я имею в виду. Ну, хорошо. Просто интересно тоже, как вот подсчёты вот эти идут, да? Что на что влияет. Даже вон потихоньку начинает уменьшаться уже наш счёт. На удивление. Ну, в общем, на этом будем, пожалуй, серию заканчивать. В целом, довольно продуктивная получилась серия. Хоть и с исследованиями не очень повезло. Застряли мы там, да? И потеряли опять полотряда волковоинов наших. Ну, в общем, всё не так хорошо, как было поначалу, складывается сейчас с исследованиями в последнее время. Не знаю, почему. Может, просто так везёт нам, да? Может быть, есть какие-то дополнительные триггеры. Ну, в общем. В любом случае, после изучения металлургии, после изучения территориального контроля, да, мы сделали пока что всё основное, что нужно было сделать. Производство молотков наладили. А вон пост потихонечку развивается наш. Будем там серебро добывать и немного пока что дополнительно мяса и кожи. Вот. И да, пока что всем спасибо за просмотр. Всем пока и увидимся в следующей серии.